Валерий, в каком году вы уехали из Советского Союза? Я живу в Версале, во Франции, не самое шумное место под Парижем, так что я занимаюсь на фортепианочке, пишу очень много на двух языках, но не на русском, на русском я пишу только стихи, ну вот так что да. И книжки еще издаете? Издаю книжки, да, пью вино, хожу в ресторан и хожу по лесу, так что у меня такие занятия. И играю со своим котом. У меня замечательный кот, этих котов называют в России британцем. Такой серый, с большой головой, короткая шерсть. Ну сейчас он не был один, что вы одного. У него есть подружка, Коша, в общем, с подружкой и с моей подругой. Такое общество. Понятно. А как часто вы приезжаете в Россию? Ну вот я в этом году, кстати, второй раз уже в Петербурге. В общем, раз в год все-таки я приезжаю. Ну что-то меняется у нас? Ну конечно меняется, да. Но вы знаете, к счастью, кое-что меняется, а кое-что и не меняется. И это очень хорошо. Ну то есть я не говорю о каких-то недостатках, о плохих дорогах, например. Я имею в виду какой-то характер людей. Знаете, все-таки человека очень трудно изменить. И слава Богу, понимаете, я все-таки привык на какой-то определенной атмосфере и в Петербурге, и в Москве. И, в общем, я не хочу эту атмосферу терять. И слава Богу, что люди, несмотря на то, что сейчас все есть в магазинах и так далее, все-таки не изменились с точки зрения просто ну какой-то человеческой, грубо говоря, психологической. Меня это очень радует. То есть по-прежнему какая-то теплота, вот участие, все это можно найти. И русский язык помогает тоже. Это все-таки очень теплый язык. Это Булес даже сказал в каком-то интервью, что это приятно слышать русский язык, потому что он, ну такой вот, очень какой-то гармоничный и мягкий. Ну это действительно так. И поэтому, в общем, очень многие люди именно действительно мягко с вами обращаются. Как-то так, такое ощущение, что все время ощущаешь ластость. Понятно. То есть это приятно, да? Да, приятно, да. А вот у вас на друзей здесь было много, именно вы приезжаете к друзьям к своим друзьям? Ну конечно, да, да, да. У вас есть кто-то? Ну вот Адам, например. Адам. Адам. У нас очень давняя связь, мы знаем друг друга с 64-го года, да, мы как-то встретились на корабле. Книгами занимались. Да, да, да. Но уже любил Шекспира, уже любил Шекспира, да. Понятно, ясно. У вас здесь молодые друзья есть еще? Ну вот Мирослав, замечательный пианист и человек, темный человек. Вы здесь встречатель, да, или не только здесь? Ну, только здесь, да. По-разному. Было несколько встреч в самых разных уголках мира, да. Понятно. Наша радость. Ясно. Очень интересно. И сегодня у вас будет здесь концерт, да? В небольшом зале филармонии, да? Вот. А что вы будете сегодня здесь вспомнить? Ну, вы знаете, это, наверное, одна из самых трудных программ, Мирослав, надеюсь, со мной согласится. Вот. Он сам недавно играл две сонаты из этих трех сонат, которые я буду играть. Три соната битхойна, три последних соната битхойна. Ну, это, знаете, привыкли говорить о том, что, ну, последние сонаты, как бы это, завещание битхойна и все такое прочее. Уникальные совершенно, уникальные сонаты и уникальная последняя часть. Последние сонаты, о которых Томас Ман написал. Ну, там, как же есть персонаж, Крэйчмарф, доктор Рифаустер. Он сказал, что это вообще как бы подведён итог всем сонатам. Ну, я считаю, что это, там у меня есть своя теория по этому поводу. Ну, просто это совершенно действительно уникальная вещь, после которой играть на бис невозможно. После которой вообще все должны в молчании как бы разойтись. Но, наверное, все-таки будут аплодисменты, даже если я буду плохо играть, потому что публика привыкла аплодировать в конце концерта. А поскольку люди в Петербурге вежливые, наверное, все-таки поаплодируют. А вообще-то, говорят, надо было бы, знаете, как в каких-то особых случаях просят не аплодировать. Вот, наверное, надо было бы попросить публику не аплодировать, но я этого не сделаю. Ну вот, ну, Мирослав, скажите что-нибудь в этих сонатах, вот ваше мнение, что вы ощущаете, когда вы их играете? Это действительно, может быть, самое сложное, одно из самых сложных опусов в фортепианной литературе. Ну, вы знаете, сочетанием, пожалуй, конечно, философичности и глубины мысли, да, и вместе с тем какой-то естественности, как мне кажется, органичности, которую требуют эти сонаты от исполнителя. Ну, в общем, конечно, это все-таки такой, я бы сказал, пробный камень для меня, для молодого человека. Конечно, это было колоссальным испытанием сыграть две сонаты, 30-ю и 31-ю, в рамках одного отделения я волновался невероятно. Это было волнение не такого, не технического, не ученического порядка, это именно было волнение, как удастся соединиться с этой музыкой, как удастся ее, я бы сказал, раскрыть. Ну, что говорите? Конечно, мне кажется, очень интересно, когда звучит не одна какая-то поздняя соната Бетховена, а все-таки органи звучат вот две или еще лучше три такой триады. Мне кажется, что они как-то друг с другом тоже вступают в какие-то взаимосвязи. Да, разумеется. Но я поэтому, собственно, и пытаюсь играть. Большинство моих программ посвящены одному или посвящено одному композитору. То, что Валерий Павлович уделяет такое внимание монографическим программам, в наше время, в общем-то, факт, мало у кого услышишь. Это какая-то возможность прожить в рамках одного концерта, но как-то с максимальной полнотой, мне кажется, проникнуть в мир какого-то композитора. Ну да, это просто, понимаете, вместо того, чтобы как-то играть в кесы, которые удаются, да, их смешивать, совершенно не думая о том, какая форма, так сказать, какую форму обретает концерт, у меня другой подход. Вот. Знаете, дело в том, что я как-то задумался, получаю я удовольствие или радость какую-то испытываю, играя концерт. Знаете, очень смешанные чувства. Интересно, что думает по этому поводу Мирослав. У меня чувства, ну, определённые радости, конечно, есть, потому что, ну, как вам сказать, можно, конечно, сидеть и играть всё время у себя дома. Что-то такое мы, собственно, это и делаем всё время. Но, с другой стороны, вы знаете, музыка – это своеобразный ритуал. Как-то, ну, ритуал дома тоже можно разные ритуалы себя изобрести. У меня, так сказать, есть свои ритуалы с котовым. Ну, потом гастрономические какие-то ритуалы и так далее. Но ритуал музыкальный предполагает всё-таки, по-моему, присутствие людей. И, значит, с одной стороны, это какой-то ритуал, ну, вот я не побоюсь сказать, что это даже свой образ такой какой-то религиозный ритуал. То есть, понимаете, если вы священник один в церкви, читать, так сказать, свою проповедь, даже для одного человека, в принципе, можно это сделать. Ну, хотя бы, чтобы этот человек находился в церкви, да? Я бы мог сыграть для одного человека. Но если зал пустой, то ощущение совершенно другое. Я хотел сказать, что, вы знаете, я испытываю чувство, с одной стороны, чувство радости. Ну, какая-то радость, это своя особая радость. Это не хихихи, не ха-ха-ха, а, в общем, какое-то и не чувство глубокого удовлетворения. А вот, ну, какая-то такая вот тихая радость. А с другой стороны, чувство боли. Потому что я понимаю, что в одном концерте я не могу всё сказать об этой сонате. Даже то, что я бы мог сказать о ней, вот всё, что я бы мог сказать о ней, я в одном концерте не выскажу. Вот, может быть, в течение всей жизни, вот, так сказать, это возможно сделать. И я понимаю, что то, что я скажу, так сказать, во время концерта об этой сонате, это всё-таки маленькая часть, что, в принципе, я её сужаю. Да, да. И это, конечно, в общем, такие мысли… Что называется «Нет-дефинити-вершн», да? Да, да. Это окончательная версия. Нет, окончательная версия. И не может быть, по-английски. Это очень, в общем, печально. В какой-то степени я испытываю по этому поводу своеобразную такую боль, которая тоже тихая, ничего такого кричащего нет. Ну, вот такая смесь, какое-то ощущение. А что вот у вас происходит? Ну, я тоже считаю, что, боже мой, мир композитора, он совершенно не исчерпаем. И, не знаю, в общем, наверное, в считанные, какие-то в считанные разы, по пальцам их можно перечесть, когда действительно было ощущение, что я сделал, ну, вот, какой-то максимум из того, что я могу сделать в данный момент. И, ну, я очень люблю сцену и очень люблю играть публично. И, в общем, для меня очень важно все-таки между живым исполнением и студением, да, какие бы преимущества ни давала студия, но все-таки, конечно, мой выбор всегда – это живой концерт и живое общение, в общем, какой-то энергообмен. Конечно, публику надо воспитывать, конечно, не нужно идти у ней на поводу, но все-таки я очень люблю и очень нуждаюсь в каком-то, в какой-то реакции зала ответной. Спасибо. Спасибо. Спасибо.